Приветствую, уважаемые зрители, вы на канале Кроссмота. Какие бывают мотоциклетные соревнования? На скорость там, выносливость, шоссей на кольцевые, внедорожные гонки и так далее. Вариантов огромная масса. И все эти мероприятия по-своему захватывающие и зрелищные. Среди всей этой массы соревнований затерялось одно куда менее зрелищное, но не менее интересное. Называется оно Craig Weather Fuel Economy Challenge и преследует цель достижения наилучшей топливной экономичности мотоцикла в условиях реальной езды по дорогам общего пользования. Чтоб вы понимали, результаты этих соревнований впечатляющие. Так, туристический литровый мотоцикл с двумя наездниками может потреблять около двух литров бензина на сотню. А абсолютные рекорды находятся в районе пол-литра на 100 километров. И вот о таких достижениях и самом соревновании я расскажу в этом сюжете. Приятного просмотра! Достаточно давно я находил информацию об этом мероприятии. Повторно я наткнулся на нее вот вчера, листая две интересные книги, которые мне подарили друзья из Ирландии. Первая под названием The Complete British Motorcycle. Это от Алексея с канала Мотодальнобой. Вторая The Ultimate Motorcycle Book. Это от Дмитрия и его семьи. Димкин канал называется Диммото. Книги просто великолепные и я думаю в них найдется, что подчерпнуть. Ссылки на каналы ребят я оставлю в описании. Если будет желание, зайдете, поддержите. Если что, пишите от кроссмота. Так вот, Крейг Веттер Fuel Economy Challenge. Американец по имени Крейг Веттер еще с середины 60-х занимался проектированием мотоциклов. В 70-е годы он выступал в гонках. В 76-м он разбивается на гоночной трассе и получает сильную травму ноги. В определенный момент Крейг стал одержим идеей достичь высоких показателей топливной экономичности. Эти идеи, подкрепленные, пожалуй, топливным кризисом 70-х, привели к тому, что под конец десятилетия Веттер затеял организовать соревнования с целью достижения наиболее экономичных показателей расхода топлива на мотоцикле. До этого, начиная с 1939-го, Shell проводила похожие мероприятия, однако стоит отметить, что у Shell все происходило, скажем так, в тепличных условиях. Закрытый трек, скорость на уровне пешехода и непонятные концепты. Все это было далеко от условий реального перемещения по дорогам. Веттеру стало интересно, какой пробег возможен в реальных дорожных условиях, сколько энергии на это потребуется и как это будет выглядеть. И начиная с 1980-го по 1985-й включительно, Крейг спонсирует свое мероприятие. В 1980-м году в заезде приняли участие около 4000 мотоциклистов. Заезд происходил по маршруту Colorado Springs, Cripple Creek и обратно. Это совсем рядом возле Pikes Peak. Победителем оказалась Ламми Джонстон на литровом Харли Дэвидсон, который расходовал 2,4 литра на сотню. Хотя дисквалифицированный Эд Лерри на своем мотоцикле показывал несколько лучший результат около 2,3 литра на сотню. Уже в 1981-м основная масса участников и организаторы мероприятия приходят к пониманию, что наилучший результат способна показать малокубатурная техника до 250 кубиков, имеющая хорошие показатели обтекаемости. Этот год примечателен тем, что в заездах стали участвовать специально построенные с нуля экономичные мотоциклы, среди которых был стримлайнер самого Крейга Веттера, построенный на базе Kawasaki KZ250. Заезд происходил в Калифорнии, а наилучший результат показал Стив Кимбал на доработанном мотоцикле Honda C70 Passport. Расход составил 1,188 литра на сотню. Второй результат показал Майк Хишики на Honda XL80 1,245 литра на сотню. В 1982 году результат был значительно улучшен. Первое место занял Чарли Переттиан, который выступал на мотоцикле Yamaha со 185-кубовым двигателем и собственноручно построенным обтекателем. Расход этого стримлайнера составил всего 0,834 литра топлива на 100 километров. На соревнованиях 1983 года Лиза Люк пилотировала обтекаемый мотоцикл Honda Line с объемом двигателя 185 кубических сантиметров и показал результат 0,922 литра на сотню. Это было третье место. На первом снова оказался Чарли Переттиан на своей Yamaha 185, который на одном галлоне уже сумел преодолеть аж 372 мили. Этот результат соответствует расходу в 0,632 литра на сотню. На момент 1984, накопив достаточно опыта, вся эта экономичная движуха во главе с Крейгом Веттером приходит к общей концепции экономичного мотоцикла. Формула была таковой. Мотоцикл должен обладать четырехтактным двигателем с мощностью в пределах от 8 до 20 лошадиных сил, что в целом соответствует объему от 70 до 250 кубов. Конструкция мотоцикла должна быть обтекаемой и иметь очень маленькую лобовую площадь. В одноместном малокубатурном классе в этом году победил Дэн Ханебринг на 80-кубовой обтекаемой Хонда. И одновременно он установил абсолютный рекорд топливной экономичности. Дэн умудрился проехать на одном галлоне 557 миль. А это на минуточку 0,422 литра на сотню. В 1984 году в соревнованиях появляется новый класс, который подразумевал заезд с пассажиром, а минимальный объем двигателя в этом классе составлял 650 кубов. Фактически это было соревнование по экономичности в туристическом классе. Кстати, ни водителю, ни пассажиру не дозволялось пригибаться. Они должны были ехать как на обычном туристическом мотоцикле. Результаты этого класса соревнований также очень впечатляют. Вот, к примеру, это Хонда GL1000, 1982 года, доработанная в плане обтекаемости с Крисом и Кэтлин Ходжстон. На борту показала второй результат. Расход составил 2,18 литра топлива на сотню. А Чарли Переттиан с пассажиркой Сьюзан Гейдж на Сузуки GR650 заняли первое место и показали результат в 1,897 литра на сотню. В 1985 проходит последнее соревнование по топливной экономичности Крейга Веттера. В старшем, двухместном классе победу рекорд ставят Киоси Айзава и Хелен Канда. Этим двоим удается проехать 139 миль на одном галлоне топлива на вот этом обтекаемом футуристичном турере, внутри которого скрыта Хонда VT700. Расход составил 1,692 литра на сотню. В младшем одноместном классе побеждает Мацу Мацудзава на Хонда XL80. Его результат 470 миль, что соответствует расходу в 0,5 литра на сотню. Спустя 25 лет в 2011 году соревнования возобновились со значительным пересмотром правил, регламента, а также добавлением новых классов техники, электромотоциклы к примеру. В новых соревнованиях наилучший результат с двигателем внутреннего сгорания показал Вик Вальдес в 2017 году на Кавасаки Ниндзя 250 с обтекателем. Результат составил 0,997 литра на сотню. А среди электрических мотоциклов специальный прототип от Zero Motorcycles в 2017 показал результат 102 ватт часа на одну милю. В интервью одному из изданий спустя 27 лет после своего результата в 0,5 литра на сотню Мацу Мацудзава рассказывал следующее. Если вы думаете, что достигнете экономичных показателей, лишь опустив иглу в карбюраторе и уменьшив размер жиклеров, то вы ошибаетесь. Да, от этого действия будет некий эффект, но чтобы результат был действительно хорошим, требуется целый комплекс мероприятий. Так, на своей Хонда Мацудзава провел тщательнейшую ревизию подшипников колес для обеспечения как можно более легкого их вращения. Все, что вращалось и двигалось, было переведено на более легкую смазку. Тот же самый двигатель и коробка, а также цепь. Все для снижения механических потерь. Карбюратор был перенастроен. В двигателе применены менее жесткие пружины клапанов. Давление в колесах делалось максимально возможным. А в пятиступенчатой коробке между четвертой и пятой была реализована нейтраль. Плюс ко всему эффективный обтекатель. Как говорил сам Крейг Веттер, сегодня речь идет не о том, чтобы двигаться быстрее, а о том, чтобы жить лучше и потреблять меньше топлива. И черт возьми, у Крейга и его единомышленников это очень хорошо получалось. 12 августа 2015 года Веттер получил серьезные травмы, изменившие его жизнь после столкновения с оленем, когда он ехал на своем личном обтекаемом скутере Honda CN250 Helix недалеко от своего дома в Калифорнии. В 2016 году он был награжден премией AMA за выдающееся достижение. Крейг жив и по сей день. На момент 2023 года этому человеку 81 год. И в силу почтенного возраста он уже отошел от своей основной деятельности. Такова история не совсем типичных, но очень интересных соревнований. Соревнований на достижение максимальной топливной экономичности Крейга Веттера. Если вы прям очень сильно прониклись этой темой, то в описании я оставлю ссылку на официальный сайт Крейга, где вы сможете подчеркнуть гораздо больше информации, чем я смог вместить в этот небольшой сюжет. На этом мой рассказ подходит к концу. С вами как обычно был канал Кроссмота. Спасибо большое за внимание, за вашу активность на канале, а также отдельная благодарность всем, кто помогает каналу финансово по закрепленным реквизитам. До новых встреч!